В каком случае конъюнкция истинна и в каком ложна? В каком случае конъюнкция истинна только в том случае, если все высказывания истинны. Если хотя бы одно из них ложно, то конъюнкция ложна. И если А ложна, В ложна, конъюнкция тоже ложна. Первая задача. А, Б и С – жители острова, рыцарей и лжецов. А говорит – мы все лжецы. Б говорит – ровно один из нас лжец. Кем является С – рыцарем или лжецом? Давайте составим вот такую таблицу. И в этой таблице все возможные варианты. Вот 8 возможных вариантов, потому что каждый из них может быть либо рыцарем, либо лжецом. 2 умножить на 2 умножить на 2 – 8 различных вариантов. Так, ну а теперь давайте рассмотрим все эти варианты и выберем то, что подходит. А говорит – мы все лжецы. Ну, рыцарь такого сказать не может. Значит, первых 4 варианта сразу отбрасываем. Они не подходят. А не является рыцарем. Так, тот вариант, когда все лжецы, тоже не подходит, потому что получается, что лжец говорит правду. Мы все лжецы. Итак, из 8 осталось 3 варианта. Так, лжец, лжец, рыцарь. Давайте проверим, подойдет или нет. А, лжец, говорит – мы все лжецы. Ну, на самом деле не все. Б говорит – ровно один из нас лжец. Если Б является лжецом, то он говорит неправду, потому что не один, а два. Значит, вот этот вариант подходит. Так, если Б является рыцарем, а Б говорит – ровно один из нас лжец, значит, этот вариант отбрасываем, а вот этот подходит. Так, итак, вопрос с задачей. Кем является С? С является рыцарем. И в первом варианте, и во втором С – рыцарь. Вторая задача. Найдите цифры вот этого числа, пятизначного. Если известно, что это число делится на 36. Все цифры в записи числа различны. 36 – это произведение 4 на 9. Значит, число должно делиться и на 9, и на 4. Ну, давайте начнем с признака делимости на 4. На 4 делится число в том случае, если две последние цифры числа образуют двузначное число, делящееся на 4. Так вот, если последняя цифра будет, например, 2 – 72 делится на 4, либо 6 – 76 делится на 4. Так, хорошо. Но кроме признака делимости на 4, должен еще выполняться признак делимости на 9. Сумма цифр числа должна делиться на 9. Значит, если последняя цифра 2, значит, третья цифра в таком случае должна быть цифрой 1. Сумма цифр числа 18 – 18 делится на 9. Так, а если последняя цифра 6, то третья цифра будет 6, потому что у нас сумма цифр числа должна быть числом, делящимся на 9. Вот из этих двух чисел второе число не подходит, потому что по условию задачи все цифры в записи числа должны быть различны. Значит, в ответ даем вот это число – 35172. Третья задача. Среднее арифметическое двух чисел равно 45. Одно число в 4 раза больше другого. Найдите большее число. Давайте меньшее обозначим за х, большее в 4 раза больше, чем х, это 4х. Среднее арифметическое – это, значит, сумму этих чисел надо разделить на 2, получится 45. 4 раза по х плюс х – это 5х. 5х – это 45 умножить на 2. 90. Значит, х равен 18. Это меньшее число. А большее в 4 раза большее. 18 умножить на 4 – это 72. Ответ – 72. Большее число. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...